Минувший день стал определяющим для жителей Ленинского района. В кинотеатре «Искра» состоялись публичные слушания по бюджету муниципалитета на грядущие три года. На собрание побывала моя коллега Юлия Пагасьян и готова поделиться подробностями этого события. Здравствуй, Юлия. Здравствуй, Наталья. В каждой семье есть свой бюджет, так же и с Ленинским районом. Львиную долю этого бюджета выделяют на образование. Значительно меньше на муниципальное управление. Почти одинаково на культуру и спорт. А горбушечка? Об этом вы узнаете в сюжете. Счастье Ленинского района в том, что у нас достаточно устойчивая экономика. И пусть муниципалитет все еще является дотационным, за счет налоговых поступлений в ближайшие три года наш бюджет будет бюджетом развития. Не у каждого муниципалитета в Московской области в сегодняшней непростой ситуации, в том числе экономической, и особенно ситуация, которая сложилась после перераспределения полномочий в сторону субъекта, изменения федерального законодательства по налоговой базе органов местного самоуправления, есть возможности для формирования бюджета развития. Из чего формируется бюджет? Помимо дотации, это налоговые поступления. Прежде всего, от подоходного налога физических лиц, а также торговых и промышленных предприятий. Кстати, последних в текущем году на территории района было открыто целых 18. У многих складывается впечатление, что промышленные предприятия – это обязательно огромные заводы. Но промышленными предприятиями являются и предприятия пищевой промышленности, которые могут производить в небольших объемах какие-то кондитерские изделия, какие-то там добавки. И в том числе это предприятия производства плитки, стройматериалов, которые не требуют больших площадных характеристик. Конечно, в этом году у нас открылись и крупные промышленные предприятия. Которые, в свою очередь, предоставляют новые рабочие места. И людям хорошо, и бюджет у муниципалитета. Здесь живешь, здесь работаешь, здесь платишь налоги, здесь пользуешься благами. А того, чем пользоваться, больше, чем достаточно. Бюджет на плановый период социально направленный. Помимо сохранения льгот, в большом объеме удалось выделить деньги на развитие образования. Капитальные ремонты, строительство стадионов, увеличение уровня питания. Реализуется и президентская программа по ликвидации очередей в детские сады. Мы ведем четыре новых детских садика. Тем самым и будем выполнять майские указы президента в части ликвидации очередей. Но, что самое главное, хочется отметить, эти все расходы заложены в бюджет 16-го года содержания сети дошкольных учреждений. Культура и спорт. Еще два пункта, которым уделяется много внимания. Финансовая обстановка непростая. Но эти вещи администрация района по праву посчитала значимыми. Надо использовать все возможности. Надо самим крутиться, так сказать, как говорят, и искать доступные формы. Ну и, безусловно, надеемся здесь на понимание и жителей, и всех, кто занят в этой сфере, что делается все возможное. Ну а ту самую корочку хлеба распределили между собой соцзащита, развитие дорожного хозяйства, безопасность, ЖКХ, экология, энергосбережения, жилища и предпринимательство. Юлия Погасяна, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, ВИДНЭТВ.